Этот пансионат на лесобазе уже третий месяц живет в страхе. Сначала местные боялись ходить по темным коридорам и просили установить здесь камеры. Но еще больше их напугали, считав квитанции. Вот вы знаете, установка видеонаблюдения прямо первой строчкой 650 рублей. После трагедии с Настей Муравьевой этот пансионат оборудовали камерами. Они появились в лифте, в подъезде и на крыльце. Жители дома сначала обрадовались, пока не поняли весь этот прогресс за их счет. Откуда взялась эта сумма? 650 рублей. Это очень много. Ладно, что я работаю. Еще немного пенсии. А некоторые здесь практически не работают. Неработающие люди. Потому что я против, чтобы... А почему против? Ну потому что зачем? Чему это приведет? Ничему хорошо. Я не думаю, что здесь будет лучше. Ничего лучше здесь не будет. 600 рублей из каждой квартиры дорого? Ну дорого, конечно. Кто платить должен за это? Ну не мы точно. Не мы. По мнению жильцов, следить за безопасностью в нашумевшем пансионате должны городские власти. Ведь еще в августе из бюджета направили больше 11 миллионов рублей на установку камер. Правда, пока их планируют разместить только в центре города. Решения о установке видеонаблюдения принимаются коллегами с ОМВД России по Тюменской области. В связи с криминогенной установкой, со статистикой и так далее. Вообще, по закону, камеры в подъездах устанавливают только за счет собственников. Для этого нужно собрать подписи и написать заявление в управляющую компанию. Правда, в этом пансионате видеонаблюдение появилось не по инициативе жильцов. Представители компании по установке камер сами пришли в дом и даже собрали подписи. Причем еще до трагедии. Они прошлись, не взяли список собственников в управляющей компании. Собрали подписи, да. Так как я старшая по дому, мне подошли вот подписи. Много за процентную. Все, я подписала, как бы да, согласна. А вы-то сами были согласны? Да, я согласна на камеру. Но это было в начале июня. Это не связано с пропажей ребенка. Сейчас за жизнью дома подглядывают 8 камер. Если бы их установили раньше, трагедии, скорее всего, удалось бы избежать. Но и сейчас не все жители готовы оплатить их установку. Мало того, они не знают, что в сентябре в квитанции появится еще одна строчка плата за обслуживание. Ровно 70 рублей. Именно столько стоит личная безопасность. Дарина Яранцева, Андрей Ветров и Айшат Керимов. Тюменская служба новостей.